11 августа Искитим отмечал свой 301 день рождения. Программа празднования началась рано утром и продолжалась до позднего вечера. Сегодня предлагаем еще раз окунуться в атмосферу радости и вспомнить самые яркие моменты. Спортсмены, а их в Искитиме немало, ко дню рождения родного города готовились особенно старательно, чтобы своими победами и достижениями сделать подарок городу-имениннику. На стадионе спорткомплекса «Заря» в 10.00 стартовало сразу два праздника, собравшие множество гостей. Сегодня в нашем городе отмечаются два замечательных праздника. Это День физкультурника и День города Искитима. Я думаю, что Искитиму есть чем гордиться в плане спорта. Вы видите, что в городе появляются новые спортивные объекты, появляются площадки во дворах, появляются площадки спортивные в парках нашего города. Я думаю, что эта работа, она будет продолжаться. И мы ставим перед собой задачу, чтобы как можно больше объектов в спортивной городе появлялось, и, соответственно, как можно больше Искитимцев занималось физической культурой и спортом. Я вас всех поздравляю, День физкультурника, поздравляю День города, всем вам здоровья, удачи, новых рекордов, новых достижений. Началу соревнований предшествовала церемония награждения за организацию и проведение на высоком уровне 35-х летних сельских спортивных игр Новосибирской области, где Искитим впервые выступил в роли принимающей стороны и занял первое общекомандное место. Награждается вашу вклад в подготовку при ней в 35-х летних сельских спортивной спецобласти и развитие физкультуры и спорта в городе Искитиме. Инструкторов по физкультуре СМБУ ТРФК Артем Александрович Кисляков. Артем здесь, Артем Дубов, бегом Артем, Артем Дубов. А также награждается инструктор-методист Илья Викторович Паралиенко. Это наш четвертый атлетик, чудо-богатери, мастера спорта, неоднократные члены педёры областных и региональных соревнований. А также награждается Иван Алексеевич Загоровка. Ну, как вы знаете, четвертый атлетик, мы заняли первое место, команда, естественно, большой вклад в изменение. Не только спортсменов, но и руководителей служб, управлений и организаций города, принимавших непосредственное участие в проведении областных соревнований, торжественно наградили почётными грамотами, благодарственными письмами и аплодисментами. После чего начались непосредственно соревнования, посвящённые Дню физкультурника и Дню города. В таких дисциплинах, как стритбол, лёгкая атлетика, волейбол, мини-футбол, дартс, настольный теннис и кроссфит. Ещё одной площадкой празднования Дня города, искитим талантливый, стал историко-художественный музей, где как внутри, так и снаружи состоялись презентации книг, открытия выставок, ярмарка «Город мастеров» и концерт-ансамбля русских народных инструментов «Сувенир». Основная же часть праздничной программы проходила в парке культуры и отдыха имени Каратеева. Для детей и их родителей здесь была организована игровая программа «Имениннику. Ура!», интерактивная программа «Взрослые и дети» и множество других зрелищ и удовольствий. Центр дополнительного образования «Искитима» поздравил любимый город, подарив его жителям музыкальную игровую программу «Я и мой город», где каждый желающий мог блеснуть эрудицией. «История за 50», раз вы хотите сами называть. Какие деревни располагались на территории города «Искитима» в 1717 году? Кто знает? Неужели никто не знает? Раз, Вылково, два, еще. Койова, молодцы! Но вы единственное, вы пропустили Чернодырова, а вот Вылково 1719, оно чуть-чуть попуще сдаем. Да, а потом это обменяете на сертификат. Следующую категорию выбираем. Улица микрорайона 30. Улица микрорайона 30. Назовите самый молодой жилмотив «Искитима». Да. Да, вот сюда уходит у нас. Совершенно верно, ясно. А также свой интеллект и начитанность можно было продемонстрировать в квест-игре «Библиопробег 301». В замысловатых ребусах нужно было расшифровать название книг и автора произведений. Те, кому задача оказалась по силам, были очень довольны. В этом году библиотеки города «Искитима», как всегда, организуют уже по многочисленным просьбам молодежи нашего города квест-игру. Уже у нас проводится на четвертый год, всегда пользуются большим успехом именно у детей, у подростков, у молодежи. Но хотя и родители с маленькими детьми также проходят наши задания. Естественно, раз у нас библиотечная система организует все это мероприятие, у нас краеведческие вопросы и литературные. В этом году наш квест называется «Библиопробег 301», так как нашему любимому городу 301 год. И состоит из шести основных точек, на которых участники должны набрать не менее 301 балла и получить гарантированный приз. У нас замечательную ручку с надписью «Я люблю Искитим», а также сладкий чупа-чупс. Это добавляет всем настроение. Огромную помощь в этом году нам оказывают наши девушки из волонтерского объединения «Библиодесант», которое образовалось после Нового года. Буквально там, по-моему, с января месяца начали работать девочки. Они уже на нескольких мероприятиях помогали нам именно в проведении, подготовке этих мероприятий. И сегодня они также у нас задействованы, они стоят на точках, они раздают рекламки, они приглашают к участию. То есть нам, для библиотекарей, это большая поддержка. Огромное им спасибо. Надеемся, что этот клуб наш, «Библиодесант», не закончит свою деятельность. И на смену вот этим ребятам, которые уже старшие классы, естественно, уйдут в высшие учебные заведения, в большую жизнь. Они за собой приведут других ребят, которые будут также активно нам помогать. Компенсировав досаду за утренний дождь, солнце вернуло праздничное настроение эскетимцам, в адрес которых в этот день звучали поздравления и пожелания. Здоровья, надежд, чтобы в семьях все хорошо было. И каждый любил свой город, нашел ту изюминку, куда бы он мог вложить еще и свои способности, знания, какие-то желания. Не только чего-то ждать, но и самим помочь нашему городу стать еще лучше, красивее, молодым, чтобы он был, чтобы не смотрел на эти 300 лет, а именно расцветал, хорошел, и все у нас было хорошо. На аллеях парка после интерактивных игр и викторин люди отдыхали душой, любуясь на милых, пушистых и умиротворенно-загадочных кошек. Больше всех запомнился, конечно же, Мавр, большой такой кот, рыжий прям, он тот вот, да. Вот. У нас самих дома три кота и один котенок маленький. Одного кота зовут Матвей, у нас еще две кошечки, Милана и Анфиса. А котенок мы еще не знаем, как его зовут, потому что не определили пол, он маленький очень. Они такие мягкие, пушистые. Говорят, собака лучше друг человека, но для меня кот, котов больше люблю как-то. Признания в любви родному городу в день его именин выглядели по-разному. Все без труда узнавали знакомые и такие родные места Искитима из пленерных зарисовок воспитанников и педагогов детской школы искусств, посвященных 301-й годовщине со дня его основания. Это ли и демонстрация чувств? Показать, как город уникален. Искитим славится своими традициями и бережно, храняя историю, притворяет в жизнь новые смелые идеи и проекты. Одним из них стал городской фестиваль-конкурс «Мой любимый яркий зонт». Год назад, на праздновании юбилея города, искитимцы доказали, что вопреки дождям умеют радоваться жизни. А капризы погоды лишь вдохновили их на творчество и созидание. Всех, без исключения участников конкурса «Мой любимый яркий зонт» жюри отметила дипломами. Призеров также оказалось немало. В разных номинациях победители были вознаграждены мягкими игрушками, памятными подарками и овациями. Специальные призы жюри получает Бакова Софья. Мягкую игрушку, собаку дарим ей. Бакова Софья, аплодисменты. Я был в господинской стадии. Заминация «Детский дельцов». Первое место. Шатова Кира. Аплодисменты зрителей. Переходим к номинации «Городской зонт». Первое место. Клуб «Берег Доброй Надежды». Креативный зонт. Первое место. Вручается Ярусланова Наталья. Аплодисменты зрителей. Аплодисменты зрителей. Этот зонт просто приковывал к себе внимание. Он, как купол надежности, красноречиво рассказывал о его создателях – коллективе детского сада «Ручеек». Мы решили оттолкнуться от того, что мы работаем с детьми летом, осенью, зимой, весной, круглый год. И поэтому оформили зонтик, разделив его на четыре части по временам года. И отметив все мероприятия, в которых мы участвуем с детьми в течение года. Торжественное открытие праздника по традиции состоялось на главной сцене концертной программы коллективов из Китима «Ты мой город, я здесь живу». Иди на страну, молодой свежий ветер, рожденный от бурь, бушевавших на свете. Я твое завтра, родная Россия, тебе моя жизнь и все мои силы. Я в каждом дыхании, я в каждом движении, ты мое начинание, я твое продолжение, я твое завтра. Ты можешь мне верить, я в будущее, открываю двери. Юные дарования с первых минут выступлений овладели сердцами аудитории и никого не оставили равнодушными. Зажигай, чтобы не помочь. Эффектными и зрелищными феерическими вкраплениями поддерживались практически все творческие номера. У Исхиди во праздник мы шлем ему привет, и столько поколений оставили в нем взгляд. Ему сказать от сердца, выходим, живи и процветай наш Исхиди. Сегодня день рождения, нам нет его милей. Он важная частица большой страны своей. Ему сказать от сердца, выходим, святим, благоденствуй Исхиди. С началом 4-го столетия Исхиди и его жители поздравили первые лица города. Хочу выразить большую благодарность всем жителям города, особенно нашим ветеранам, которые ковали славу нашего города, которые открывали заводы и фабрики, которые строили жилые микрорайоны, возводили социальные объекты. Город Искитим сегодня это город-труженик. Наш город продолжает расти и хорошеть. В городе строятся новые жилмассивы, открываются новые социальные объекты, благоустраиваются придомовые территории, реконструируются общественные пространства. Я верю, что у нашего города есть будущее, и это будущее прекрасно. Наш город уверенно смотрит в будущее, упрочивая свое достояние. А какое достояние самое большое у нашего города? Это его жители, это его люди, это наши дети, это взрослые, это ветераны, которые отдали всю жизнь нашему городу. Разрешите мне от имени Совета депутатов города поздравить всех жителей с днем рождения города, пожелать счастья, благополучия, здоровья всем. Но нашему городу процветание, уверенно смотреть вперед, становиться более комфортным для проживания. Я знаю, наш город лучший, а жители у него самые замечательные и госсеприимные. Не просто замечательными людьми славится Искитим, а выдающимися личностями. Отмечая их заслуженный труд и общественную деятельность, горожане удостоили их особой чести. Звание почетный гражданин города Искитима Новосибирской области присваивается председателю производственного объединения «Кристалл» Виктору Алексеевичу Голубеву. Голубев Виктор Алексеевич родился в городе Грозном, закончил Новосибирский институт связи по специальности инженер связи. Свою трудовую деятельность начал на новосибирском заводе «Электросигнал». И сразу он зарекомендовал себя как целеустремленный человек, обладающий высокой работоспособностью. В 1987 году основал и возглавил производственное объединение «Кристалл». Виктор Алексеевич активно работает над строительством жилых и строительно-оздоровительных объектов на территории города Искитима. Благодаря слаженной работе коллектива под руководством Голубева Виктора Алексеевича сотни искитимцев сумели решить жилищный вопрос в жилмассиве города Ясный. Спортивно-оздоровительный комплекс «Коралл», возведенный в городе Искитим при непосредственном участии Виктора Алексеевича, который включает в себя бассейн, ледовую арену и гостинично-развлекательный комплекс, позволяет искитимцам заниматься физкультурой, спортом и проводить свой досуг. Особым гостем на праздники стал временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Новосибирской области Сергей Николаевич Сёмко, прибывший поздравить горожан и вручить благодарственные письма. Благодарность министра культуры Российской Федерации за большой вклад в развитие культуры, многолетнюю плодотворную работу объявляется Марине Владимировне Иванец, ведущему методисту Дома культуры «Молодость» города Искитима Новосибирской области. Почетной грамотой губернатор Новосибирской области за заслуги в развитии культуры Новосибирской области и многолетний добросовестный труд награждается Наталья Александровна Толовская, директор Дома культуры «Молодость» города Искитима Новосибирской области. Немало тёплых слов услышали искитимцы в свой адрес. Заслуженные награды всех уровней нашли своих обладателей. Были подведены итоги конкурса видеопоздравлений, адресованных родному Искитиму в день рождения. Лучшие творческие коллективы Новосибирска дарили своё мастерство горожанам, радуя и поздравляя их. А кульминацией праздника стал фейерверк, раскрасивший небо и рядами огней. Новосибирск 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok